А перед началом данного видеоролика я бы хотела порекомендовать вам канал Елены Ершовой. Сейчас на канале Елены вы можете найти проект под названием «Долина лесной нимфы». И этот проект Елена снимает в своем собственном готовом сохранении, которое, поверьте мне, заслуживает вашего внимания. Елена снимает действительно очень интересный проект и планирует дальше развивать свой канал. Поэтому давайте поддержим Елену подпиской на ее канал. Ссылочка в описании под видео. Всем большой-большой привет, ребят! С вами Карина. И добро пожаловать в обзор очередного готового сохранения для The Sims 4. Сегодня у нас с вами сохранение, которое выполнено в средневековом стиле с элементами фэнтези. И я думаю, то, что эти самые фэнтези элементы вы уже заметили. Сразу скажу, что данное сохранение достаточно большое. Здесь не переделаны всего там несколько городков. Поэтому мы посмотрим лишь на малую часть этого сохранения. Ну а если оно прям очень сильно вам понравится, то вы, естественно, сможете его скачать и уже самостоятельно рассмотреть все остальные постройки. Ну что, как и в прошлых видео, я буду делать уклон в основном на общественные участки, если это будет возможно. Потому что, как вы можете заметить, здесь в виллу Укрики практически все участки это жилые дома. Мы их с вами смотреть не будем. Тем более, что мы уже с вами сделали обзор на фэнтези сохранения. Если что, я оставлю подсказочки. Можете посмотреть эти видеоролики. В принципе, такие вот фэнтези домики, фэнтези участки мы с вами уже видели. И думаю, что здесь нет смысла уже это все рассматривать. Это вы можете рассмотреть сами, когда скачаете это сохранение. Если что, ссылочка на это сохранение будет в описании под этим видео. И, в принципе, в описании есть очень много полезных ссылок. Так что да, мы с вами посмотрим не особо много участков. В основном они будут общественными. Так что давайте будем потихонечку начинать. Ну что, сегодняшний наш обзор открывает вот такой вот волшебный магазинчик. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Он мне уже нравится. Очень даже нравится внешне. Потому что здесь такая интересная крыша. Я, как человек, который вообще не умеет строить крыши, по секрету вам говорю. Я все время обращаю внимание на то, как делают крыши другие люди. И вот это вот мне прям очень и очень нравится. Очень привлекает внимание. Здесь даже смотрите, какой балкончик интересный есть. О, ну вообще, ну красотища. Просто выходишь вечерочком, рисуешь здесь какие-то картины. Он какой-то пизда, пейзаж даже нарисован. Красота неописуемая. Ну что, давайте смотреть, что у нас находится внутри. Начнем с первого этажа. И здесь у нас, я так понимаю, находится сам, да, магазин со всякими волшебными штучками. Как мы с вами могли уже заметить, да, в Виллоу Крике все сделано под всяких эльфов, гномов. Ну, в общем-то, здесь у нас в основном присутствуют элементы фэнтези средневекового. Здесь, как мне кажется, особо ничего нет. Ну, хотя вот какой-то домик, если это домик, по-моему, да, это жилой дом. Но, в принципе, да, вот это еще можно назвать какой-то средневековой постройкой. Но все остальное, я думаю, уже относится к чему-то фэнтезийному. Так что, да, вот такой вот у нас здесь магазин для всяких чародеев, я думаю. Может быть, даже для каких-нибудь вамбирчиков здесь что-нибудь будет. Вот можно здесь всякие какие-то зелья поварить. О, смотрите, как интересно сделано. Здесь, получается, как бы варят вот эти самые зелья, да, и они будто бы летят в книгу. Прикольно сделано, я так понимаю, тут с помощью тула вообще все делается. А, это опять-таки вот эти вот эффекты. Мы с вами абсолютно такие же видели в предыдущем обзоре в этом фэнтези-сохранении. Вот, точняк, там это у нас было. Так, что у нас здесь еще? Туалет на улице. Ух ты, смотрите, как он, интересно, здесь придуман. Угу, здесь взяли, получается, просто полочки. Слушайте, ну, прям реально туалет на улице. Очень интересно сделано. Необычно, возьму на заметку, мне такое нравится. Также у нас здесь стоит колодец желаний. И даже есть что-то типа теплицы. Ну, да, теплицы на самом деле тоже очень красиво смотрятся. Симпатичная такая. Пальмочки у нас здесь какие-то, вон, грибочки растут. Ну, для того, чтобы можно было потом прийти и сделать какие-нибудь новые зелья. Как я уже сказала, в этом сохранении не особо много общественных участков. Поэтому я решила, что я буду показывать вам все-таки карту городов, да, чтобы вы могли увидеть, что вообще где находится. Опять-таки мы с вами посмотрим не все города. Все города вы уже сможете сами посмотреть, когда скачаете сохранение. Ну что, я хочу показать вам вот этот шедевр. Это Оазис Спрингс, но в этом сохранении это Египет. Посмотрите на эту красоту. Здесь есть даже пирамиды. Здесь есть сфинкс. Здесь просто чего только нет. И смотрите, какие здесь тоже персонажи. Вот стоит обратить на это внимание, да, что в этом сохранении переделаны не только здания и участки, да. Здесь также есть и персонажи, которые, ну, соответствуют, естественно, да, городам, в которых они проживают. И, слушайте, ну, вот эти персонажи действительно выглядят как египтяне, очень даже похоже. Ну что, я предлагаю посмотреть здесь, наверное, вот такой вот базар, древний египетский базар, если быть точными, да. Ну, это что-то типа как рыночек у нас получается. Давайте заглянем туда. Ну что, мы с вами прибыли на египетский рынок. И смотрите, как он красиво здесь смотрится. Все так вообще гармонично выглядит, да. Очень красиво. Видите, этот рынок находится как бы в каких-то руинах, таких разваленных. Ну, прям правдоподобненько, я бы так сказала. Очень красиво. Мне здесь очень нравится вся эта архитектура. Действительно, очень похоже на Египет. Нет, я вообще там не была, но как бы очень многие люди показывали мне фотографии оттуда. И, ну, в принципе, я думаю, мы с вами сами представляем, да, как там выглядит Египет. Какие-нибудь видео мы с вами по-любому оттуда видели. И могу сказать, что лично мне кажется, что так оно в реальности и есть. Если кто-то был в Египте, напишите, как вам. Смотрите, что у нас здесь такое продается. А, здесь у нас как ваза. А, это перевернутая ваза. Ого, я бы даже не догадалась, кстати. Интересно. Очень даже. Что у нас еще здесь? Ой, всякие фрукты, овощи. Ручная работа всякая есть тоже. Смотрите, всякие игрушечки. Ой, милота какая. Ну, фрукты, овощи, это вообще стандарт. Кстати, очень красиво это здесь все сделано. Все так расфасовано, разложено. Очень круто, правда. Я прям в восторге. Так, а на втором этаже наши персонажи могут покурить кальян. Интересно, попить чаек, кстати говоря. Ну, это мы уже представляем, да, потому что это все-таки у нас идет как декор. Что у нас находится здесь? О, ковры. Куда же без них? Смотрите, какая классная комната. Слушайте, сюда бы еще поместить эту вазу со змеей, как она называется. Ну, вы поняли, да, когда там играют на дудочке и змейка вылазит. Мне кажется, это прям здесь было бы очень круто, но, к сожалению, здесь такого нет. Так, что у нас тут? Ага, это у нас туалеты. Ого, смотрите, рыба типа в ванной прям лежит. Вау, как люди реально до такого додумываются? Очень необычно, нестандартно прям. Понятно. В общем, здесь у нас что-то типа рыбной лавочки. А, ну, в принципе, да. Вот у нас здесь везде эта рыба. Здесь ее типа разделывают. Вот даже скелет лежит. Ну, выглядит действительно очень круто. А мы с вами будем двигаться дальше. Я решила ненадолго заглянуть в Ньюкрист, просто для того, чтобы показать вам, что здесь за постройки такие находятся. Потому что, как вы видите, здесь в основном, опять-таки, фэнтези стиль. Единственное, что я вот вижу таверну. Наверное, она здесь только выделяется. Ну, ладно, в принципе, я думаю, ее можно будет посмотреть. Ну, а здесь уже такая прям фэнтезийная зона. Ну, хотя, вообще, да, похоже, что здесь действительно есть именно средневековые постройки. Ну, хорошо, давайте мы сейчас заглянем в таверну и посмотрим, что же нас там с вами ждет. Итак, давайте посмотрим, что у нас находится в этой самой таверне. Вот так вот она выглядит снаружи. Слушайте, ну, довольно-таки симпатичненько. Да, я думаю, что здесь уже действительно находятся не фэнтези постройки. Ой, смотрите, тут же какая красота здесь. Вау. Ну, это, я так понимаю, да, жилой домик, потому что здесь у нас находится почтовый ящик. Но смотрится тоже вполне себе красиво. Вот там вот тоже какие-то у нас такие постройки. Тоже что-то такое в средневековом стиле. Хорошо, ну, ладненько, мы с вами все-таки приехали в таверну. Давайте смотреть, что у нас тут такое. Итак, ну, да, это уже ближе к основной тематике сохранения. Такая вот таверна, кстати, даже с подвалом. Я изначально не увидела этот подвал. Хорошо, что сейчас заметила его. Ну, в общем-то, понятно, на первом этаже у нас здесь можно посетить за барной стоечкой, да. Здесь даже есть какая-то типа вип-комната, как я понимаю, интересно, хорошо. Итак, а, ну, здесь у нас хорошо что-то типа погреба. Я просто думала, может быть, здесь тоже какой-то бар находится. Понятненько, всякие запасы у нас тут. Хорошо. Что у нас находится на втором этаже? Здесь у нас уже что-то такое азартное, да. Здесь можно поиграть в карты. Это у нас, по-моему, карточный стол? Вроде бы да, но, по-моему, там еще что-то можно играть. Ну, ладненько, понятно. И также вот еще есть два шахматных столика. Хорошо. У нас здесь также есть переход в соседнее здание. А, это у нас как жилые комнаты, которые, видимо, можно, ну, грубо говоря, снять в аренду. Угу. Все понятно. Ну да, да, на первом этаже то же самое. Хорошо, интересно. Я, кстати говоря, даже не заметила сначала, что здесь такие комнаты. Я обратила внимание на вот этот вот дом. Но я подумала, что там просто находится что-то другое, но не жилые помещения. Понятно, хорошо. Ну и всякие здесь у нас штучки для бытовухи, да. Можно посушить белье, постирать одежду при необходимости. Так что вот такая вот здесь таверна. Ну, в целом, мне она понравилась. Очень даже симпатично. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. И сейчас мы находимся в городке Магнолия Променейт. И я не стала показывать вам карту этого города, потому что здесь все здания, они вот расположены рядом друг с другом. И давайте посмотрим, что же у нас здесь за такая интересненькая постройка. Это у нас средневековый рынок. Опять-таки, да. Очень интересно мне почему-то стало посмотреть именно на эту постройку. Не знаю, как она мне сразу бросилась в глаза. Хотя здесь есть что-то поинтереснее, возможно. Ну, это, я так понимаю, такой как бар, ну или паб, ну что-то типа такого, да. Кстати, смотрится тоже очень даже симпатично. Сейчас так мельком посмотрим, да, на соседние постройки. Здесь у нас, скорее всего, либо какая-то торговля, либо, а, ну вот, судя по значку, это тоже какой-то бар или паб. Ага. А вот здесь у нас... А вот здесь я даже не знаю, что, но что-то тоже есть. Надо было бы там посмотреть, что это такое. Но, в общем-то, здесь, насколько я помню, находятся только общественные участки. Ну, ладненько, все, давайте смотреть, что же у нас есть на вот этом вот самом рынке. Итак, давайте пустимся немножечко вниз. Ой, смотрите, здесь у нас как будто бы свинюшки сидят. Кстати, интересно, такой типа загонщик для курочек и для свиней. Необычно. Очень, да, жалко, кстати, что в четверке нет свинюшек. Это, по-моему, вообще нигде нет, если не ошибаюсь. Очень даже креативный такой подходик, да, в этом сохранении к постройкам. Так, что у нас здесь? Ага, опять-таки, всякие волшебные штучки. Но все-таки вдруг какие-нибудь посетители, да, из волшебных миров сюда придут. Можно всякие вкусняшки, возможно, даже какие-то купить. Ну, и вот даже волшебные палочки здесь есть. Ну, и что-то типа для создания эликсиров. Хорошо, здесь можно посидеть, сварить себе какую-то еду на костре. Но, если что, про сварить еду на костре это не серьезно, потому что это у нас, к сожалению, декорация. Да, это реквизит и дополнение путь к славе, насколько я помню. Но костерчик можно развести вот здесь. Вот здесь даже можно, получается, переночевать в палатке. Слушайте, подождите, а это у нас... Да, это тоже реквизит, вот судя по названию. То если все правильно нам Sims подсказывает. Ну, да, я почему-то подумала, что действительно это рабочие палатки функциональные. Но, к сожалению, нет. Ну, и опять-таки, всякое всячное, всякие вкусняшки, фрукты, овощи, травы. Все, что вам нужно для создания вкусняшек. И, в принципе, все. А, ну, здесь вот тоже можно какие-то мечи, например, себе сделать. Да, может быть, какую-то броню, может быть, какое-то другое оружие. А, ну, и, кстати, какая-то типа как цветочная лавка. Понятненько. Ну, да, что-то типа такого. Ну, и вот такой вот небольшой прудик. Даже больше на болото это смахивает. Так что, вот так вот выглядит магнолия променейт в этом сохранении. Ну, а мы будем двигаться дальше. Итак, мы с вами прибыли в Бриндлтон Бэй. И, как вы можете заметить, здесь у нас правят пираты. Вот это что-то вообще нереальное. Но это, к сожалению, у нас жилой участок. Мы его смотреть не будем. Но там что-то невероятное. Если вот так вот на первый взгляд, да. Ну, прям что-то очень там проработанное находится. Интересно. Но ладно. Вот как раз-таки будет для вас поводом скачать это сохранение. И посмотреть, что же там такое интересное находится. Что еще привлекло мое внимание? Здесь есть вот такой вот интересный ресторан в виде пиратского корабля. Но мы с вами сейчас его увидим, потому что мы отправимся вот сюда. Это, опять-таки, кстати говоря, у нас рынок. Что-то мне нравится в этом сохранении смотреть на рынки. Ну, они действительно красиво выглядят, очень привлекают внимание. Так что давайте отправляться туда. Так, ну что, вот мы и прибыли на наш очередной рынок. Смотрите сразу здесь, что я заметила. Вот такой вот кораблик здесь стоит. Ну, представим, что здесь тоже есть вода. И этот корабль может проплыть дальше, да, чем вот этот участочек. К сожалению, да, в Симсе такого делать нельзя. Но ничего страшного. Итак, ну, в принципе, здесь все то же самое. Просто по-другому выглядят вот эти вот самые палаточки. Но мне прям нравится. Мне еще очень нравится то, что в каждом городе вот вроде бы есть рынки, да. Но они везде выглядят по-разному. Видите, здесь, например, вот такие вот, ну, как бы, палаточки, да, там, в Египте. Вы сами помните, как это все смотрелось. Ну, в общем-то, хорошо, что автор это все продумал. А то можно было сделать одни и те же рынки, просто в разных городах, да. Ну, и там, не знаю, цветовая гамма бы отличалась. А так они все разные. И очень мне они все симпатизируют. Ну, опять-таки, у нас здесь можно всякие растения приобрести. Даже вот какие-то насекомые. Непонятно зачем, но, возможно, кому-то они нужны. Даже какие-то всякие детские игрушки здесь можно приобрести. Так, что еще? Опять-таки, зелья. Ну, это мы уже поняли, они здесь везде у нас продаются. Книжки обязательно. Без них никуда. Ну, и опять-таки, здесь какая-то, знаете, как выставка. Такая небольшая ручной работы, да, чьей-то. Да, что-то типа такого. Опять-таки, рыбка. Рыбка, рыбка, еще раз рыбка. Ну, и всякое-всячное для обустройства дома. Так что, вот такой вот рынок. Итак, я еще хотела посмотреть на корабль. Ага, вот он у нас. Вот наш ресторан. Слушайте, ну, смотрится очень даже ничего. Это, кстати, знаете, как все вообще сделано, я так понимаю? Вот этот корабль, это тоже реквизит из дополнения Путь к Славе. Это 100%. А просто внизу там уже идет, ну, как комната сделана такая большая. Видите? Потому что сверху это как... Ну, просто стоит этот корабль сверху, а снизу уже идут стены. Ну, слушайте, сделано-то креативненько. Вообще, очень такое необычное сохранение. Все такое красивое. Автор, в общем-то, явно умеет строить. Ну что, мы с вами сейчас находимся в Хэнфреде-он-Бедли. И это наш заключительный городок в этом обзоре. Это уже как отдельное такое королевство. Здесь даже вот в описании там это написано. Так что, да, здесь у нас уже находятся средневековые постройки, как вы можете заметить. Опять-таки, здесь есть рынок. Ну, как магазин больше, конечно, называется. Но все-таки, я думаю, это как бы рынок, если мы говорим про средневековье. Так что мы с вами в этом городке посмотрим на парк. Потому что, ну, рынки все, мы уже на них насмотрелись. Я думаю, уже хватит с нас. А в остальном, да, у нас здесь есть такие вот жилые домики. Здесь даже есть очень что-то похожее на королевство. Слушайте, ну давайте, ладно, раз уж у нас с вами это заключительный городок, мы посмотрим вот на этот парк. И сделаем исключение, посмотрим вот на вот этот вот домик. Я так понимаю, он там даже не один. Так что давайте сначала начнем с парка. Ну что, мы с вами прибыли на участок. И, знаете, смотрится очень даже солидненько все вот это здание. Я, кстати, сначала вообще не поняла, что здесь какое-то здание. Я думала, здесь просто, возможно, какая-то декорация стоит. Но это не декорация. Это, оказывается, знаете что, это вообще церковушка. Ну, я думаю, я правильно думаю-то, да? Что это церковь, ну, похоже. Ну, думаю, да, без вопросов. Слушайте, ну, вообще, очень все это красиво выглядит. Очень симпатично. Здесь есть даже вот какой-то кабинет отдельный. Можно в шахматы поиграть. Здесь у нас... А, что здесь? А, здесь просто вход еще один. Слушайте, правда очень симпатично. Значит, пролагивает, как на этом участке игра. Красота. Орган у нас тут стоит. А еще что-то сверху есть. А, ну, это просто, так понимаю. Понятненько. Слушайте, о, здесь даже кладбище есть. Ну, вообще. Тоже, знаете, вот прям эстетично очень все смотрится. Вроде кладбище, но смотрите, какое красивое. Очень даже ничего. Всякие прутики здесь есть. Ну, знаете, эта постройка прям очень хорошо вписывается вот в эту местность. Как по мне, прям вот идеальное место для размещения вот этого здания. Ну, да, да, это все-таки церквушка. Ну, просто я подумала, что раз парк, то здесь просто будет что-то такое. Не знаю, обычно, оказывается, здесь вот что было скрыто. Ну, хорошо. Давайте двигаться дальше. Нас с вами ждет уже заключительный участок. Так, ребята, слушайте. Ну, тут прям действительно какое-то уже свое отдельное королевство. Ну, ладно, на самом деле нет. Это просто огромнейший особняк. Прям огроменный. Здесь, получается, даже вот два дома. Я еще не знаю, что здесь. Мы сейчас это все с вами будем смотреть. У меня очень долго грузилось этот участок. И даже игра Витя здесь подтормаживает. Здесь столько всего. Я даже не все еще увидела. Давайте смотреть, что у нас вообще здесь находится. Ну, я так понимаю, это просто жилой дом. Да. Опять-таки, это у нас уже средневековый стиль. Как мы с вами помним. Бассейн у нас здесь. Нет, ну, выглядит это, конечно, все нереально красиво. Восторг я прям испытываю от всего этого здания. Ну, и в целом от сохранения. Просто вижу, сейчас рассматриваю, что здесь вообще находится. Так, а здесь у нас что? Ну, это получается просто как местечко для отдыха. Так-то на самом деле. Ну, да. Я просто думала, возможно, здесь какой-то гостевой дом. Но нет. Здесь у нас двор. Находится здесь прудик. Ой, ну красотища вообще. Смотрите вообще, что здесь есть. Волшебно, эстетично и прекрасно. Вот что могу сказать об этом участке. Ой, здесь даже для животных есть место. Куда же без этого? Смотрите, как здесь классно вход выполнен. Оформлен так. Опа, а это здесь что такое? Тихо. Это как кладбище идет? Ну, вообще похоже. Что типа как это могилки? Ну, это как я понимаю. Ну, скорее всего, да. Я что, даже сначала и не поняла, что здесь вообще такое. Понятно. Выглядит необычно очень даже. Ой, какие, кстати, ворота здесь приходят. Тоже красивые. Хорошо. Так, давайте двигаться чуть повыше. Ну, здесь у нас уже просто тут жилые комнаты. Нет, ну, выглядит правда очень красиво. А там у нас... А, там уже нет второго этажа. Хорошо. Ой, блин, как здесь прям фризит игра. Но здесь очень много всего. Прям слишком много всего. Видите, даже, не знаю, камера зависает. Так. Ну, понятно. Здесь у нас еще одна комната на крыше. На чердаке уже, я бы даже так сказала. Паутинка здесь есть. И, кстати говоря, здесь еще есть подвал. Я вообще случайно его увидела. Потому что, когда я зашла на участок, я случайно нажала спуститься этажом ниже. И вот, что я здесь обнаружила. Здесь у нас тоже так нормально обустроено. То, о, смотрите, здесь даже портал есть. Вау. Ну, видите, я говорю, да, все-таки элементы фэнтези здесь много где присутствуют. Просто они могут быть скрытыми, так сказать, да. Так что здесь такая вот кухонька есть. Потайна. Я так понимаю, это для каких-то магов уже. Хотя, не знаю, может, не обязательно. Просто здесь котел стоит. Опять-таки, смотрите. Ручная работа. Мы с вами уже такую прелесть видели в предыдущих сохранениях. Помните, поезд. Это из самого первого обзора готового сохранения, который сделан вручную. И здесь вот это вот дело тоже все сделано вручную. Ну, красотища. Просто красотища. Так что вот такой вот логучий дом. Ну, не знаю, конечно, я думаю, что на более мощных компьютерах вряд ли будет фризить. Но у меня компьютер офигел, если честно, от такой нагрузки. Ну, как бы... Смотреть можно, но я не особо люблю, когда такие вот профризывания присутствуют. Так что вот такой вот прекрасный большой дом заканчивает наш с вами сегодняшний обзор. Ну что, нам с вами пора прощаться. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть предыдущие части по обзору готовых сохранений. Я оставлю для вас подсказочки. Также обязательно загляните в описание данного видео, потому что там есть очень полезные ссылочки, например, на Boosty или же на группу в ВК. Ну и, конечно же, ссылочка на данное готовое сохранение. Ну и все. Мы будем прощаться. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Ну а с вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребята.